Вы смотрите новости, мы продолжаем. Права от 156 детей-сирот, нуждающихся в социальном жилье, защитили жамбылские прокуроры. Какие нарушения выявили в работе местных исполнительных органов при распределении жилья, расскажет Анастасия Сулейманова. Тотальную проверку в жилищной сфере провели в Меркенском районе. Прокуроры выявили нарушения прав детей-сирот. В частности, местные чиновники незаконно распределяли жилье, пояснил прокурор Хиса Ажимбеков. В 2022 году Акимат Меркенского района не выдал ни одну квартиру детям-сиротам. И это несмотря на то, что из жилищного фонда были приобретены 20 квартир. После нашего вмешательства троих детей поставили в очередь, а четверым выдали квартиры. За допущенное нарушение руководитель районного отдела ЖКХ получил дисциплинарное взыскание в виде выговора. Долгожданное жилье в этом году получил Мадияр Чайхиев. В очереди он стоял 6 лет. Говорит, все это время приходилось жить у родственников. В начале этого года мне выдали жилье. Теперь вместе с семьей живем тут. Дом светлый, просторный. Для проживания созданы все условия. Подведены необходимые коммуникации. С начала года прокуроры региона защитили жилищные права 356 человек. Из них 156 – дети-сироты. Местные власти необоснованно завышали плату за арендное жилье. Нарушили правила предоставления очередности жилья и не выдали квартиры очередникам. Рассказал старший помощник прокурора Жамбулской области Шовкат Таштамиров. Такие нарушения выявлены в Меркенском, Жамбулском, Байзасском, Шуйском районах, Сарасуйском, Хурдайских районах. По нашим мерам 152 нуждающиеся поставлены на очередь для получения жилья. До конца года планируется обеспечить 66 детей квартирами. Всего по результатам анализа внесено 10 представлений об устранении нарушений законности. Сотрудникам надзорного органа удалось добиться снижения арендной платы за жилье и сэкономить средства жителей на 1 200 000 тенге.